Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире открытое письмо Кару Пайляну от премьер-министра Западной Армении Гарника Саркисяна. Пять стран были избраны в Совет Безопасности ООН. Бако Саакян не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Арцахе. Пентагон. США готовы перейти к реализации военной программы, разработанной с Турцией по сирийскому Манбиджу. Каждую минуту может что-то произойти. Босс Даг говорил о начавшихся военных действиях в Кандиле. Обнародовано видео посещения азербайджанцами, находящегося под контролем Армении села Гюннут. Потомки выживших после геноцида армян, проживающих на территории Западной Армении, и те, кто пережил геноцид, борются с международным правом, чтобы защитить права Западной Армении и освободить ее, вернув единственную программу по восстановлению признанного в мире суверенного государства Армении в Западной Армении на территории Уильсона под армянским флагом. У всего населения Западной Армении, которое стало глобальным географическим районом, нет никаких других планов, и никто не имеет права придумывать нам имя или предлагать другие проекты. Для получения полной информации посетите официальный сайт Западной Армении. Западная Армения, Доминиканская Республика, Бельгия, Германия, Индонезия и Южная Африка были избраны в Совет Безопасности ООН 8 июня 2018 года со сроком на два года. Эта структура состоит из 15 членов, которые несут главную ответственность за безопасность и мир на международной арене. Каждый год Генеральная Ассамблея ООН избирает пять стран из своих стран-членов с двухлетним мандатом на работу в Совете Безопасности. 15 членов Совета Безопасности имеют пять постоянных членов – Китай, Франция, Российская Федерация, Объединенное Королевство и Соединенные Штаты. Совет Безопасности из 15 членов отвечает за международный мир и безопасность. Президент Республики Арцах Бако Саакян официально объявил о том, что в 2020 году не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в Арцахе. Как сообщает WesternArmeniaTV.com, Бако Саакян сделал такое заявление в интервью общественным телекомпаниям Арцаха и Армении. «Как вы знаете, в 2017 году наш народ принял новую Конституцию, предусматривающую переходный период в три года. В это время предполагается привести законодательную базу в соответствии с новой Конституцией. В соответствии с Конституцией общенациональные президентские выборы пройдут в 2020 году. Я хочу официально заявить, что я не буду баллотироваться на пост президента. «Мое участие будет в качестве гражданина Арцаха, который избирает нового президента», – сказал Бако Саакян. Глава военного отдела США Джеймс Мэттис объявил о том, что есть готовность начать реализацию военной программы, разработанной с Турцией по сирийскому Манбиджу, пишет агентство Анадолу. Мэттис отметил, что они готовы перейти к реализации проекта, и это должно начаться в Манбидже с обязательным информированием друг друга об их позициях и действиях. Напомним, что ранее в Вашингтоне во время прошедшей встречи госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел Турции Мэвлюта Чавушуглу была подтверждена дорожная карта по урегулированию ситуации в сирийском Манбидже. Заместитель премьер-министра и представитель правительства Турции Бикер Боздак отметил, что в регионе каждую минуту что-то может произойти, пишет журнал Джим Куриет. «В настоящий момент операция на севере Ирака продолжается. Мы осуществляем их в рамках международного права. Это будет продолжаться. Каждую минуту что-то может произойти», — сказал Боздак. Напомним, что сегодня президент Турции Реджеп Таип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских боевиков в иракском Кандиле и Синджаре. «Я же говорил в Ираке о Кандиле и Минджаре. Вспоминайте. И мы уже начали там свои действия. Уничтожили склады оружия в 14 позициях с 20 истребителями», — сказал он, подчеркивая, что они препятствуют тому, чтобы Кандиль стал потенциальной угрозой для Турции. Обнародовано видео посещения азербайджанскими гражданами, находящегося под контролем Армении села Гюннут. Видео опубликовано пресс-секретарем министра обороны Армении Арцруном Ованесяном. Снято с армянских позиций, с позиций, с которой осуществляется полный контроль над территорией, развален села, — написал Арцрун Ованесян на своей странице на Фейсбуке. Ранее сообщалось, что по просьбе азербайджанской стороны ВС Армении разрешили группе граждан посетить кладбище села Гюннут. В Азербайджане это стало поводом для пропаганды и заявлений о возвращении территорий на Нахичеванском направлении. На сегодня у нас все. Далее мы представим вам песню «Ескулям» в исполнении Доринц и Артема Манукяна. Полная версия видео представлена на официальном канале сайта Западной Армении. Оставайтесь с миром! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!